Здравствуйте! В эфире информационная программа «Вести Кабардино-Балкария» в студии Альберт Корцаев. Идею переноса дня выборов с воскресенья на будни не одобрили депутаты Госдумы, сообщает РИА Новости. Напомню, проводить голосование среди недели предложили эксперты высшей школы экономики. При этом они ссылались на мировой опыт. Обсуждения уже начали в администрации президента. Однако народные избранники решили, что новая практика может затруднить воли изъявления граждан. Кабардино-Балкария в числе регионов, лидирующих по темпам внедрения стандарта деятельности власти по обеспечению благоприятного инвестклимата. Такую оценку дала руководитель Агентства стратегических инициатив Вера Емельянова сегодня на итоговом заседании экспертной группы. Агентство является разработчиком стандарта. В формате видеоконференции представители власти и предприниматели республики обсудили с коллегой из Москвы результаты проделанной работы. Внедряемый стандарт призван реализовать принцип одного окна, чтобы избавить бизнесменов от бумажной волокиты. В Минэкономразвитии КБР уже приступили к разработке дорожной карты. В ней прописаны планы реализации требований стандарта и сроки его выполнения. Мы все это рассмотрели, и Олег Тахевич достаточно полно объяснен на основе. Этот стандарт состоит из 15 пунктов. Туда входит и наличие в субъекте инвестиционной стратегии, инвестиционной декларации, законов, защищающих интересы инвесторов и инвестиционной деятельности, наличие в порталах специализированного, двухязычного на русском и английском. Естественно, в первую очередь она рассчитана на инвесторов, которые из-за пределов республики должны прийти. Но вместе с тем она четко ориентирована и на наших местных предпринимателей, которые имеют возможность и не могут обращаться к какими-то налоговыми льготами, преференциями в рамках развития экономики республики. Развитие сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, туристско-рекреационного комплекса, инновации, социальная сфера и ЖКХ, малый и средний бизнес – таковы основные направления инвестиционной стратегии Кабардино-Балкарии. В ряду благоприятных факторов докладчики выделили стабильную политическую обстановку в республике, слабой стороной признали низкую производительность труда в экономике. Работа по внедрению первых пяти пунктов стандарта уже выполнена, отчитались региональные эксперты. Молодежь выбирает образование с оглядкой на родителей и зачастую зависит от их профессии. К такому выводу пришли датские ученые. В то же время главным критерием остается престиж вуза. Высокий рейтинг учебного заведения значительно упрощает дальнейшее трудоустройство его выпускников. В этом отношении КБГУ может чувствовать себя уверенно, считает ректор Борасбик Арамурзов. Университет входит в список 100 ведущих российских высших школ. О возможностях и перспективах Карамурзов рассказал журналистам на пресс-конференции. Заур Гидуев продолжит. В пресс-конференцию ректор решил начать с разговора о перспективах сотрудничества с вузами других стран. В КБГУ международные связи налаживают давно. В начале года заключили договор с высшими учебными заведениями Индии, где традиционно сильны в таких инновационных направлениях, как мехатроника и робототехника. Выходят и на вузы Старого Света. Со свободным Берлинским университетом только что завершили работу над монографией по конфликтологии. Лекции по этой теме будут проходить в Нальчике и Берлине. Студентам, прошедшим такие курсы, будут выдаваться двойные дипломы. И это не последнее достижение на европейской арене. Вот сейчас мы в составе очень большого консорциума выиграли конкурс Европейского Союза. Если мы с вами посмотрим на доли объема, то есть вот общий объем возьмем, и посмотрим, кому из участников сколько достается, то вы увидите, что больше всего работы возлагается на нас по объему. Это очень важно, это принципиально. Это так называемая рамочная программа европейская FP7. Зашла речь я на шумевшем рейтинге вузов. Как оказалось, наш главный университет здесь далеко не на последнем месте. КБГУ, заняв 11 место, уверенно вошел в список 100 ведущих заведений высшей школы. Рейтинг эффективности определялся по пяти критериям. В 2013 будет уже 11 параметров. Тем, кто попал в топ-лист, выделят дополнительные средства на развитие. Если дополнительно к тому, что предусмотрено финансированием, ежегодно давать по 100 миллионов рублей, вроде бы небольшая сумма, но эта сумма позволяет уже оторваться от тех, кто не получает такие дополнительные суммы. Одна из наболевших проблем – внедрение в практику научных разработок. Отечественные производители на контакт не идут, и КБГУ намерен выходить на зарубежных инвесторов. В планах создание предпринимательского университета. Реализация интеллектуального потенциала университетов через вот эти инновационные разработки. А это есть не что иное, как предпринимательство. Ни в коем случае нельзя считать, что предпринимательство – это предпринимательский университет, это коммерческий университет. Нет, предпринимательство здесь используется в том плане, что идет реализация интеллектуальных продуктов и конкретно технических разработок. Что же касается изменений в правилах приема, то в нынешнем году их несколько. Прежде всего, университет ввел прикладной бакалавриат и увеличил пропускной балл в ВУЗ. Первокусники, судя по результатам, ЕГЭ пришли с хорошими знаниями. Это тоже учитывается при составлении рейтингов. Первая оценка эффективности уже намечена на 25 сентября. Готовятся в ВУЗе и ко дню КБГУ, который выпадает на 12 октября. Зоур Гидуев, Марат Татруков, Вести, Кабардино-Балкария. Завершена модернизация первой детской поликлиники Нальчика. Здание полностью отремонтировали и закупили новое оборудование для лечения маленьких пациентов. Учреждение ежедневно обслуживает почти 150 малышей. Кстати, прием во время ремонта не прекращался. Слово Жанне Гуляевой. Шатровая крыша, заново окрашенные стены и, главное, новые инженерные коммуникации, чтобы малышам было сухо и тепло. Врачи говорят, в отремонтированном здании даже дышать легче стало. На реконструкцию и закупку нового оборудования в последние два года было выделено 10 миллионов рублей. Теперь база для оказания амбулаторно-поликлинической помощи оснащена полностью. Это рефрактометр, не совсем не больно. Рефрактометр определяет рефракцию глаза, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Особенно удобно, когда у ребенка астигматизм. Саша, прямо ставь подбородочек, прижимай лобик, ты смотришь, не бойся, просто фотографируй твои глаза. Автальмологическое оборудование, лаборатория для проведения биохимических и гематологических исследований, аппарат УЗИ. Диагностику можно проводить у детей с первых дней жизни. К ребятам с ограниченными возможностями здоровья врачи поликлиники ездят на дом. Единственная нерешенная проблема – ограниченность помещений, говорит главврач поликлиники Фатима Маримшаова. Но и здесь есть подвижки. Очень хорошие новости у нас в городе Нальчики. Обещают открыть новую третью детскую поликлинику в районе Горный. Если наша поликлиника рассчитана была при открытии на 150 посещений в смену, то теперь будут открывать на 600 посещений в смену. Новое лечебное учреждение снизит нагрузку на головную поликлинику, которая сейчас обслуживает до 30 тысяч детей. Жанна Гуляева, Наталья Булат, Муае Тухов, Вести Кабардино-Балкария. К другим темам. Колокольный звон, прошу прощения. В Алтуде, в лесном массиве, сотрудники республиканского МВД обнаружили автомобиль Рено. За рулем был житель Смоленской области. Мужчина перевозил 20 тысяч бутылок с алкоголем. Сопроводительные документы на продукцию отсутствовали. Бутылки были оклеены федеральными спецмарками с признаками подделки. Сотрудники правоохранительных органов груз задержали. Идет проверка, сообщила сегодня пресс-служба республиканского МВД. Колокольный звон по народным поверьям исцеляет от многих недугов. Считается, что это преимущественно мужское дело, поэтому девушек-звонарей по всей России можно по пальцам пересчитать. Кристина Виноградова из Нальчика единственная в Пятигорской и Черкесской епархии. Неженским делом она занимается с 13 лет. С девушкой, выбравшей уникальную профессию, встретилась моя коллега Наталья Юсупова. В храме Семена Столпника большой праздник. 70-летие возобновления богослужения в Нальчике отмечают широко. Благовесть на всю округу разливается колокольными переливами. Но мало кто знает, что их мелодику в паре с Пономарем создает девушка-звонарь. Очень редкая профессия. Я знаю только в нашем благочине одну девушку, это Кристина-звонарь. И Москва, Московская область, там всего три девушки, которые работают с звонарями. Ей было всего 13, когда она впервые поднялась на церковную звонницу. Тогда Кристине Виноградовой доверили один из шести семеновских колоколов. Сегодня девушка легко управляется своей семью, установленными пару лет назад в соборе Святой Марии Магдалины. Я была на благовестнике, то есть в большой колокол всегда стучала. И было очень страшно не попасть в мелодию, не вовремя ударить. Сейчас какие-то сомнения, страхи есть, когда поднимаешься? Ну, стараюсь придумать, чтобы звон был уместен в службе и празднику. Это тяжело. На каждый праздник свой звон должен быть. По всей России звонарей представительниц прекрасного пола единицы в Пятигорской и Черкесской епархии – одна Кристина. Это не профессия, говорят знатоки, больше призвание и христианское послушание. Почувствовать колокола дано не каждому. Тут нужен и музыкальный слух, и чувство ритма, и творческий подход. Физически быстро привыкается. Главное было соединить зазвонные с подзвонными, то есть руки. А дальше уже все само пошло. Сколько мозолей на руках пришлось залечить, прежде чем все стало легко, Кристина не признается. Однако даже небольшой мастер-класс показывает – бить в колокола – работа не из простых. Будучи на колокольне, невозможно удержаться и не попробовать себя в роли звонаря. Здесь большое хозяйство – восемь колоколов. Перчатки нужны для того, чтобы не поранить руки, рация, чтобы слышать, что происходит во время богослужения, и вовремя подать звон колоколов. Продемонстрировать свои умения перед московскими мастерами Кристине довелось пару месяцев назад на фестивале в Пятигорске. Ее заметили и оценили. Профессиональное общение переросло в дружбу и теперь продолжается в соцсетях. Через интернет мы поддерживаем связь со звонарями некоторых регионов. Один из них – это Илья Дроздихин, организатор фестиваля. Здесь я узнаю о звонах, то есть могу послушать его звоны, могу свои составить на основе этих звонов. И также могу узнать новости о школах, о других фестивалях. В свои 19 окончательно с выбором профессии Кристина пока не определилась. Учится на кулинара, посещает воскресную школу и поет в церковном хоре. А еще мечтает развивать мастерство звонаря и, возможно, даже научить колокольному многоголосью кого-нибудь из младших. Наталья Юсупова, Анзор Кошироков, Анатолий Дереко. Вести Кабардино-Балкария. В Нижнем Куркужине в эти выходные устроили большой праздник в лучших народных традициях. Со скачками, блюдами адыгской кухни и выставкой юных художников села. Таким образом, организаторы решили привлечь внимание к делу возрождения кабардинской породы лошадей. Слово нашему спецкору Наталье Булат. Праздник у жителей Нижнего Куркужина начался прямо с утра. Поляну для этого выбрали за селом, чтобы место хватило каждому. Лошадей везли со всей республики. Двухлетку Ашамаза к скачкам готовили последние семь месяцев. Я обязательно участвую в пробной скачке. Если сегодня хороший результат будет, то продолжим. К участию допустили около полусотни скакунов. Отбор проводился жесткий. Внимание обращали не только на возраст и стать. Скачки на кубок Большой приз Нижнего Куркужина проводятся уже третий год подряд. Основные условия для участия лошади должны быть исключительно кабардинской породы. В этом году таких было заявлено семь. Большой приз Нижнего Куркужина завоевал скакун Альп под седлом жителя этого же поселения Сосрука Бабугоева. Кубки вместе с денежными премиями учредили Российская ассоциация конезаводчиков по возрождению кабардинской породы и старейшины самых многочисленных родов села. О сохранении элитных лошадей в этот день говорили много. Во всем мире, где мы жили, бывали, самое почетное место занимает кабардинская порода. В Лондоне. Не раз видели, как они побеждали. В Иордане. В Андалузе, где мы живем. Вообще в Западных странах и в самом Испании самое большое уважение делают только в Андалузе. Там мало можно отнесения без лошадей. Это не бизнес, это любовь к лошади. Здесь же на поляне развернули площадки для национальных видов спорта. В состязаниях мог поучаствовать каждый желающий. Армрестлинг, гиревой спорт, причем поднять. 32-килограммовый снаряд пытались даже те, кто едва ли не сам весил меньше. После того, как Советский Союз развалился, отсутствовала вообще какая-то программа идеологии по воспитанию молодежи, по профессиональным традициям, по обычаям, по теоретическому плану. Это все надо возглаждать. Это необходимо. Противно, в случае кабардинский народ, как один из малых народов Российской Федерации, будет просто обреченное исчезновение. Это допускать нельзя. Это нужно делать и по отношению к всем другим малым народам. Пока шли состязания, поотдаль в казанах варилось мясо и жарились лакумы. По такому поводу смеялись хозяйки, готовые у плиты стоять хоть каждый день. На благополучие, радость людям и все, что надо, здоровье, чтобы все люди жили благополучно, мирно. Наталья Булат, Игорь Мигулин, Вести, Кабардино-Балкария. Только что на республиканском стадионе завершился матч между Спартаком из Нальчика и Ротором из Волгограда. И, как мне подсказывают режиссеры, игра завершилась в ничью со счетом 1-1. Гол в ворота волгоградцев забил наш полузащитник Никита Тимошин на 60-й минуте. Это была последняя информация на сегодня. Прогноз погоды на завтра представит Зухраб Шихачева. Я же прощаюсь с вами и напоминаю, все выпуски программы вы еще раз можете посмотреть на сайте вести.кбр.ру. Удачного вам вечера. Торговый центр «Офис и дом» – это огромный выбор офисной мебели российского импортного производства всех ценовых категорий. Наш адрес улица Кирова, 294. Добрый вечер. Сентябрь в нашем регионе выдался солнечным и умеренно теплым. Наступившая неделя обещает приятные сюрпризы. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, атмосферное давление 720 миллиметров и тутного столба. В Зольском районе продолжится рост температуры при плюс 18 и не облачко. Над Альбрусом переменная облачность. Дожди ожидаются у подножия горы в дневное время около 6 тепла. На градусов 5 теплее в Тарнаузе. Воздух на большей части Баксана, Чигема и Норткалы будет активно прогреваться до 20 с плюсом, солнечно и сухо. Такую же погоду синоптики ожидают в Прохладницком и Майском районах. В Серском и Лескенском малооблачно и вполне комфортно. Местами столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 21. Над Кашхатал солнечно и чуть больше 15 градусов. Синоптики завтра в Нальчике обещают благоприятную погоду. Воздух теплый плюс 19. О погоде все. Всего доброго.